Когда мы говорим о психосаморегуляции, и это очень обобщенное понятие, которое применимо в разных ситуациях, совершенно по-разному, но я постараюсь немножечко это обобщить. И каждый в силу своего понимания сможет, наверное, это применить. При этом, конечно, нужно понимать, что это все-таки тренировка, это умение владеть этим процессом, но для этого нужно приложить определенные усилия. Иногда мы зависим от какого-то действия, которое нам не нравится. Иногда мы хотим изменить какой-то поведенческий паттерн, который нас обесценивает. Иногда мы хотим избавиться от какой-то части себя, которая нам не нравится, как оно проявляется. Это происходит либо в состоянии стресса, это происходит в моменты, когда мы теряем энергию, это происходит в момент, когда мы растеряны. И когда я об этом говорю, уже как будто бы представляется, что во мне есть я, как истинное желание здесь, сейчас, и есть нечто, что иногда меня подавляет, меня порабощает, или создает условия неадекватности в тех или иных ситуациях. По сути, это некая часть субличности, часть моего сознания, часть некого опыта, который проявляется во мне в своем самоосознании. Так, как будто бы я завишу от этого. Я прошу все мои слова принять как метафору, чтобы я смог донести элементы психосаморегуляции. Для того, чтобы отделить себя от неудобного, ну, например, если человек, зависимость от алкоголя, или от наркотиков, или от сладкого, или все от чего-либо, от переедания, для того, чтобы не быть этим, нужно отделить себя здоровую часть, как я есть здоровый, от той части, которая проявляет эту некую неадекватность. Это некий очаг возбуждения, который активизируется, например, в лимбической системе, и он как будто бы перехватывает борозды правления и всю инициативу. И неократикальная область, которая ориентируется, оценивает с точки зрения целесообразности тех или иных действий, теряет свою инициативу. И нам нужно каким-то образом, через какой-то элемент усилия воли, начать задавать вопросы. Потому что, если я задаю вопросы этому, что во мне предполагает некое действие, которое мне потом не понравится, значит, я уже не есть это. И тогда я всегда спрашиваю, а в чем твое преимущество у этого состояния, которое хочет, например, чтобы я начал заниматься каким-то действием, которое может вредить моему здоровью или моему социальному статусу. В чем мое преимущество? Как будто бы этот диалог, что бы оно ответило мне в этот момент? Какое будущее пророчествуешь ты, если я буду следовать именно твоим желаниям? И, наверное, у этого состояния, предположительно, будущее не совсем доброе, хорошее. Если это принятие алкоголя или состояние наркотического, то, наверное, будущее – это некий туман растерянности, состояние обесценивания, это преждевременная смерть, это обезличивание, это потеря близких, потеря уважения. И обычно в этот момент эти умственные интенции, которые уговаривают нас сделать это, они останавливаются, потому что там нет завершения со знаком «плюс». Наша лимбическая система всегда стремится к удовольствию, но когда она стремится к удовольствию, она не всегда просчитывает это в понятии будущего. Когда мы это принимаем, мы принимаем наркотик или алкоголь или что-то, погружаясь в состояние некой эйфории именно в тот момент, но мы не рассматриваем себя в будущем, что по сути мы принимаем не просто алкоголь или наркотик, или заедаем пирожным. Мы принимаем то состояние, которое завтра будем испытывать в виде чувства внутренней неудовлетворенности, в виде физического состояния, в виде проблем со здоровьем. То есть вот эти моменты как будто бы не учитываются, а то, что я делаю сейчас, это как будто бы кусочек сахара от беговой лошадки в цирке мне дают для того, чтобы я потом накормил это состояние чувством обесценивания, потому что обесценивается именно моя здоровая часть, моя сильная часть, та часть меня, которая я и есть. Это как будто бы борьба, как метафора, прошу обратить внимание, демона внутри меня с моей истинной частью личности, как будто задача захватить мое сознание и вытеснить всю рациональность моего поведения, моих действий, моих желаний. И когда я задаю слово, какое будущее пророчествуешь ты мне, если я буду следовать твоим желаниям, или что я буду чувствовать завтра, вспоминая мною принятое решение в сейчас, я как будто бы диссоциируюсь и оказываюсь там, и я начинаю пробовать тот вкус завтрашнего. Это расширение рефрейминга, расширение рамки моего сознания. И тогда очаг возбуждения, ответственный за мое желание принять, или сдаться, или шагнуть в обесценивание себя, снижается по своей интенсивности. А часть моего рационального, часть меня здорового, начинает активизироваться. Это называется экстернализация, когда я отделяюсь от этого состояния и начинаю как будто бы общаться с этим чем-то посторонним. Не воюю я с ним, просто задавая вопросы, диалог. И как только мы отделились, есть идея интернализации. Интернализация, когда я вспоминаю историю себя победителя. Я предполагаю, что если я этого не делаю, какие преимущества меня в будущем проявятся? Что будет, если я не употребляю алкоголь и наркотики? Что будет, если я позволяю себе сохранять некий режим и не переедаю? Какие я буду испытывать эмоции и чувства от той победы, к чему я стану, будучи этим победителем? Такие простые диалоги внутри себя, они происходят быстро, это мгновенно. Оно немножко так растянуто сейчас. Умение экстернализировать, отделяться и вспоминать те истории и раскидывать их во времени и в пространстве со знаком плюс. И тогда мы постепенно выращиваем себя настоящего, выцеживаем из всего этого мусора, всех этих страстей, из всего этого животного себя истинного. Человека, умеющего созидать, двигаться, любить, радоваться, преодолевая трудности, становясь от этого еще сильнее. Если это кому-то пригодится, так, например, делаю я, когда спрашивают про то, а как же занимаюсь саморегуляцией психологической, например, я. Все очень просто. И одновременно все предполагает под собой опыт, знание и желание. Это цель, которая, наверное, должна быть ярче, чем мое сиюминутное «хочу в этом моменте». Если это так, тогда все с нами. Продолжение следует...